Девушки отдыхают Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами только шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов, здравствуйте. Скромность звезд не красит. Для выживания в шоу-бизнесе важно иметь не столько талант, сколько способность поразить публику. Ради пиара звезды готовы рассказывать о себе самые тайные, доходящие до бесцветства вещи. Личная жизнь, любовь и похоть, насилие и смерть стали служить средством пиара, лишь бы оставаться на слуху. Есть ли этому предел? И на все ли можно пойти ради пиара? Это и есть вопрос сегодняшней программы. Наши гости. Макс Орлов. Телерадиоведущий. Актер и певец Гоген Солнцев. Продюсер, пиар-менеджер Ульяна Романова. Гости на зеленом подъеме считают, что ради продвижения звезды можно пойти на все. У их оппонентов другая точка зрения. Певец Прохор Шаляпин. Главный редактор журнала «Мир и политика» Раст Галумов. Музыкант и певец Андрей Ковалев. Эксперт нашей программы и певец Паша Соколов. Я благодарю наших гостей за то, что они нашли возможность прийти на сегодняшний эфир. Ну а вначале по традиции сюжет наших журналистов. Внимание на экран. То, что пиар мощный инструмент, сомневаться уже не приходится. Именно благодаря ему одних людей смешивают с грязью, а других наоборот. Превозносят до небес. Особенно метод этот действенен в политике и шоу-бизнесе. И даже талант не важен. Главное научиться удивлять публику. Для этого в ход идут самые разнообразные трюки. Будь то знаменитые родственники, инопланетное происхождение и даже сексуальная ориентация. Но есть и те, кто считает, что пиар ненужный и опасный инструмент. У нас многие идут на все ради пиара. Я считаю, что это все зависит от количества совести, которое есть у человека. Потому что зачастую в последнее время люди переходят границы только ради того, чтобы о них побольше говорили. Сам возмущаюсь видами пиара, которые сейчас существуют. И вряд ли когда-либо в жизни я бы придумывал ужаснейшие истории, связанные со своим здоровьем, с родными, близкими. Не знаю, с какими-то вещами, с которыми не шутят. Любая сплетня живет не больше недели. У зрителя остается все-таки то, что можно причислить к произведениям искусства. А пиар – это на самом деле хороший корм для журналистов. За деньги можно сделать неталантливого человека известным. И он не будет сходить с экрана и страниц журналов и газет. Но этот артист не будет греть нищие сердца. Ведь по-настоящему тронуть может только талант. Таких единиц. Так что известным сделать можно, а вот популярным нет. Потому что настоящая популярность – это любовь народа. Артисты, которых сделали известными деньги и пиар, только портят шоу-бизнес. Так на все ли можно пойти ради пиара? Спасибо нашим журналистам. С вами это шоу «Слово за слов», в котором право говорить имеет каждый. На все ли можно пойти ради пиара? Макс Орлов. Алексей, о чем мы вообще говорим, если эти люди, за плечами которых не одна сотня скандалов, держатся сейчас на слуху у каждого из нас только за счет этих самых пиар-историй. О чем можно говорить? Без пиара не будет и звезды. Нет, они же не сами это выдумывают, эти истории. Они лукавят, если говорят, что им это не надо. Открываешь интернет, там написано «Лолита Милявская призналась, что убила ребенка». Потом мы выясняем, что это на самом деле кадр из фильма. Не всегда это приятно слышать. Да, то, что может быть тебе не понравится. Но это, в любом случае, это двигатель их популярности. И с этим нельзя не согласиться. Но это же не значит, что она готова на все или любая цена. Это не она же готова. Паш, ну если спросить у звезды. Просто не факт, что она готова на пиар любой ценой. Я в первой своей творческой жизни был, наверное, готов на пиар любой ценой. Потом, сейчас уже у меня другая творческая жизнь. Я все-таки, наверное, сейчас не готов на пиар любой ценой. Потому что вы должны понимать, что такое ваша цена. Потому что, ну как вы, на самом деле, а как с душой быть тогда? Вы понимаете, что вы делаете? А при чем здесь душа? А ну, все шутки здесь душа. Нет, нет, нет. Дело в том, что... Подождите, подождите. Дело в том, что... Вы клоун. Вы просто шут. Вы веселите публику. Да, вы трижды талантливые. Но вы продаете свои песни и свою личную жизнь вы тоже продаете. Извините, она вам уже не принадлежит. Она принадлежит зрителям, которые приходят на мой концерт. Я согласен. Паш, можно прям ваш пример? Кто-нибудь из здесь присутствующих, назовите последнюю песню Паши. Кто-нибудь. Тишина. А вспомните, пожалуйста, в какой группе пел? На-на. В какой группе пел? На-на. Потому что на-на... Гениальный пиарщик. Гениальный. Гениальный пиарщик. Вы сами об этом сказали. Он придумал историю, что я на своих похоронах решил, что будет исполняться песня Фаина. Группа или Фаина, как она правильно. Группа... Но это был пиар любой ценой. Но сейчас я любой ценой не стану пиариться. Не советую, потому что пока вы не проверите, что такое пиар любой ценой, не сунете розетки в руки, и вас не долбанет током, вы не поймете, о чем я говорю. Про какую душу я говорю. Вы проиграли от этого пиара в свое время? Нет. Дело в том, что я был юн и безбашен. У меня умерли рано родители, и поэтому на меня никто никогда не обращал внимания. Что Барий Каримович был вам наставником? Конечно. Правильно? Поэтому я выполнял все его требования и был готов на пиар любой ценой. Но сейчас вы с чем-то были не согласны, вот сейчас вы с чем-то не согласны с тем, что делал Барий Каримович? Конечно. Мне даже стыдно порой себе признаться в том, что было, понимаете? Вы иначе смотрите на жизнь. Конечно. Мне недавно исполнилось 39 лет. Прямите мои комплименты. Смотрите, какая ситуация получается. Когда мы приезжаем откуда-то из периферии, типичная история любой... Вам это хорошо понятно. Шаляпин, ты знаешь это. Нужно выбиваться. Конечно. Так, дай-ка я внука Федора Шаляпина, а я дай-ка внука Аллилуйевой. Мы начинаем что-то, если у нас нет денег и нет любовников, любовниц, тогда мы начинаем сами каким-то образом креативить, генерить. Придумывать. Да, ведь здесь собрались те люди, которые уже когда им позвонят, скажут, а давайте-ка вот мы геи. Они же пять раз подумают, идти на этот пиар или не идти, потому что здесь съели собаку большая часть этих людей. А когда мне было там 20, мне предлагали такие жуткие вещи, только плати, только давай деньги. Я сидел, надо согласиться, надо согласиться. Это тот же Варик Каримович, который, мне кажется, уже все испробовал. Понимаете, антология, энциклопедия пиара. Он может написать, сесть, и можно открыть, говорить, а это уже было в таком-то году. Я вам поэтому говорю, вы понимаете то, что вы делаете пиар любой ценой? Я абсолютно не делаю пиар никакой ценой. Я, например, поэтому из-за этих... Если вы не аутист, если вы не Ленинградского фамилии, математик, который ни одного интервью не дал. Да, да, да. Если я, наверное, человеком не подходит, спрашивает, у вас угнали машину? Я говорю, ну да, угнали, как это было? Я начинаю рассказывать. Послушайте, а когда Перельман не берет миллион, это не пиар? Это болезнь, это аутист, это аутист, это ассоциофоб. Это гений, ему деньги нужны. Попрошу вас, Андрей Кварти. Я делю на две категории. Первый есть такой добрый, безлобный пиар. Ну, угнали у него машину. Ну, что он же, вреда никому не принес. Ну, написали, да? Ну, рассказывай об этом. Ну, еще, чтобы хорошему по-добру. А есть очень злой пиар, когда люди на крови делают. Я эту историю никогда не забуду, она у меня вот в сердце. Винни Джонс, известный голливудский актер. National Geographic снимала сериал, как он в разных городах выполняет работу. И он у меня неделю работал в Москве охранником. Вот такой дядька. Одна певица, не хочу называть ее имя. Ну, каждый вечер мы какие-то тусовки там делали. Подбегает ко мне. Андрей, у меня Винни Джонс влюбился там, все. Выходит через неделю обложки журналов там. Новая девушка Винни Джонса. Подожди, подожди, новая девушка. Я говорю, ты с ума сошла? У него жена больная. Да он в курсе, ты что? Мы с ним вместе? Ну, я как-то идиот. Нет, чтобы как-то задуматься. Ну, проходит три дня. Ну, конечно, не обложки, но на сайтах прям. Ты что, знаешь, как сделала? Они выходили. Ну, мужик поддал. Выходили. Она сняла на видеокамеру. Ну, она его так обняла. Якобы какой-то поцелуй. И прям говорят, о, это ее имя называют. Кто ее знает с высоты 20 метров? Видно? А у него больная жена реально, пересаженное сердце. А он уже улетел. В Лондоне уже начали выходить журналы, все. Он приезжает в Москву. Она везде написала. Мы с ним год встречаемся. Он у нас любовь. Он ушел от своей жены. Он за ко мне на вертолете летает. Там бредовые истории. Он будет у меня на дне рождения. Будет пиар моего нового альбома. Я говорю, я спорю на миллион долларов, что он к ней не придет на день рождения. А с кем спорил? С ней же спорил. С ней, говорю. И она меня забанила везде, удалила мои комментарии, где написала, что за бред. Вы с ним один день были знакомы, какой там год. Приезжает, прилетает Винни Джонс в Москву. Я прям снял видео. Встречая его я, почему-то, а не она, его любовь. А теперь дальше. А смысл этого пиара? Жена пострадала? Что ее? Подожди. Что ее? На всех радиостанциях. Что у нее огромные кассовые концерты? Ноль. Она испорчила человеку жизнь, потому что ему надо было с женой объясняться. И ничего не получила. Ну как же, Андрей, вы сейчас об этом рассказываете? Сейчас она смотрит много людей. Так я говорю, критерий один. Вот я говорю, что огромное количество вот этих якобы звезд, которых там всякие скабрезные истории там и так далее. А что в итоге-то? В кассе-то нету, ноль концертов нету, ничего нету. Песни нужно писать хорошие. Ну потому что к этому же нужно подкреплять еще к качеству на своем эти все сплетели. Вот я лично песни пишу, пишу, клипы снимаю. Никогда в жизни ко мне придет, кто-то скажет, Андрюха, обращаются. Давай мы с тобой историю разыграем. Что мы с тобой, у нас любовь, там будет с тобой ходить на всякие там мероприятия. Никогда. Вот влюблюсь и буду ходить. Спасибо, Андрей Ковалев. У кого-то есть средства пиариться вот таким вот... Да, Андрюшечка, у вас есть средства пол Москвы завесить своими плакатами. Ну зато полнотеатры страны. А вот полы и косы Солнцев должен в парике ходить теперь. Понимаете, из весельками. Я ему подарю пять песен, споет их и будет тоже театр. Пар эстрады собирать. Хорошо. И раз, сейчас, раз, прошу вас. Что такое вообще пиар, чтобы им поняли? Да, мне приятно в такой аудитории, замечательно, веселые, кстати, все симпатичные ребята. Первая пиар-акция, которая известна человечеству, она описана в Библии. Это когда Змей-Искуситель предлагал Еве куснуть вот то самое яблоко, из-за чего, собственно, мы находимся в той зебенице, в которой сейчас находимся. Вот здесь аплодисменты должны звучать. Что такое пиар вообще? Пиар – это попытка реализации или продажи товара. Так как есть прямая информационная технология, реклама, то пиар должен заставить человека что-то сделать. То есть совершить некое действие. Ева укусила яблоко, а ты должен пойти в магазин, купить тот или иной товар, выпить Кока-Колу или так далее, и так далее. В данном случае, если мы говорим о шоу-бизнесе, коллеги, то в данном случае мы все тоже товар. Ну, я себя не причисляю, здесь люди творческие. Мы все товар, возможно, спасибо. Мы все товар, и этот товар должен быть, нас должны купить, всех должны купить. Либо скачать, либо кликнуть в интернете, либо прийти на концерт. И вот дело в том, что когда сейчас звучало о том, что пиар, с помощью пиара можно уничтожить человека, вообще негативная информация – это не пиар. Пиар – это только позитивная информация, так написано в этой науке, так она определена. И если мы хотим себя продавать, то мы должны, во-первых, понять, что за товар мы, вот кто я. Вот вы прекрасно сформированы как товары, вот вы такая, вы такое, это великолепно. И надо стараться себя преподнести. Я, кстати, не совсем согласен, что вот та или иная акция, может быть, она какая-то скорбезная, она негативная. Надо это делать с научной точки зрения, потому что это дисциплина, которая, в принципе, приведет вас к вашему потребителю. У вас есть свой потребитель, который вас должен приобрести, купить, послушать, радовать и так далее. Вот в чем суть. И когда вы говорите, вот я сейчас коллеге хочу, когда вы сказали, поют ли его песни и так далее, неважно, у него есть свой слушатель, у него есть свой потребитель. Все правильно, потому что я готов на пиар такой, вот такая моя слушатель. И на этого потребителя рассчитан его паблик религий. Совершенно с тем же законом. По тем же законам работает политический пиар. Тот же самый политик, который выходит и садится за эту трибуну, он точно так же хочет, либо за то, чтобы на него проголосовали и так далее. Но простите, это у политика миллиардерка, скупившая акцию, это один пиар, он сыграет в должности. А когда это артист, которого избили, не который избил, у него почему-то концерты увеличиваются. Великолепно. Нет, подожди, вот ты серьезно думаешь, что вот Серегу Барышева сейчас избили, да, актера, на дороге? Что я не знаю. Я отвечу на ваш вопрос. Я не в материале. Нет, подожди, но что, его чаще насчет кино приглашаются? Конечно, конечно. Да, несомненно. Почему-то наше время черного пиара действеннее происходят какие-то вот эти вот моменты, которые должны вытекать из пиара. Дайте я отвечу на ваш вопрос. Да, пожалуйста. У любой информации есть свой потребитель. И есть потребитель, который ждет вот эту негативную информацию. Вы попадаете вот в этот информационный тренд. У нас сейчас это не все общество, это часть общества, которая... Колоссально громадная. Неважно. Сейчас мы не говорим о том, как делится общество. Вы ищете своего потребителя в этой части информационного поля, и вы правильно делаете. У вас крадут машину, вы там с кем-то вас ловят и так далее. Это совершенно нормально. Единственное, надо это понимать и делать это профессионально. Потому что порой вот эти выплески, которые информационные, они работают в негатив. Работают в негатив. То есть ты не получаешь того результата, который ты, собственно, хочешь. Ты хочешь себя продать, но тебя почему-то перестают покупать. Я хочу завершить мыслью. Пиаром должны заниматься профессионалы, хотя бы те люди, которые прочитали какие-то учебники. Я автор этого учебника, я вам подарю. Секрет расскажу. Прожди про Ульяну секрет расскажу. Скажите, Эраст. Эраст. Вы когда говорили, вот Ульяна, вы такая, вы такой, такой, такой. А Ульяна раньше была мужчиной. Мы великолепны. И сейчас красивая женщина. Теперь по поводу цены. Представьте себе, что профессионально подготовленный директор по маркетингу или пиар-специалист говорит мужчине, тому, кем была до перевоплощения Ульяна, ты знаешь, тебе надо стать женщиной. У тебя такой тембр голоса, и ты знаешь, вот характер интереса публики к тебе, ты просто удвоишь аудиторию, если ты станешь женщиной. Секундочку. Подождите. Надо ли проходить этот процесс, да, для того, чтобы добиться успеха в результате? Ну, знаете, по этому же причину, в таком же ракурсе, мы знаем, давай мы тебя отрежем ноги, ты будешь инвалидом, у тебя будет больше слушателей. Смотрите, это ваше предположение. То есть я не знаю, какую аудиторию мне нужно было увеличить. Естественно, не было никаких людей, которые бы это советовали. И если мне покажут человека, который бы, допустим, что-то с собой сделал, вот такие серьезные изменения, вы же понимаете, это не просто сменить гардероб или еще что-то. Но вот, если он сделал какие-то такие изменения с собой ради какой-то цели, о которой вы говорите, привлечения какой-то аудитории или еще что-то, ну, таких людей нет. Потому что это невозможно, с этим люди живут долго и просто могут, может быть, однажды... Вы только не обижаетесь, но пол Таиланда это делает для того, чтобы привлечь аудиторию к себе. Ну, просто как ремарк. Просто дело в том, что я очень долгое время работала с артистами в шоу-бизнесе, я занималась как раз придумыванием историй. Историй, да, конечно, есть такой грешок, вот, но могу, положа руку на сердце, сказать, что никогда не выдумывала вот подобных историй, которые рассказал, допустим, Андрей, которые вредили бы кому-то. То есть это были безобидные какие-то... А самые лучшие истории, расскажите. А уже можно? Срок давности прошел? Нет, ну, срок давности, может быть, и прошел, но я в прекрасных отношениях с этими людьми... Не называя имен и фамилий, просто. Истории, связанные с именами наших артистов, они, к сожалению, ну, не нужно называть имен, это будет понятно. Ну, допустим, там, та же Маша Малиновская, с которой я работала больше четырех лет, вот, мы придумывали, когда она снялась в клипе у рэпера Сереги, вот, записала с ним совместную песню, мы рассказывали, что они встречаются, делали, там, какие-то публикации с ними, обложки, для того, чтобы они могли с этой совместной песней, там, выступать где-то в клубах. Вот это то, что я никогда делать не буду, лично. Вот. То есть это безобидные... Цена вопроса, Андрей, цена вопроса вам ваша. Это безобидные такие истории, безобидный информационный повод, лишь для того, чтобы лишний раз о них написали, лишь для того, чтобы послушали лишний раз эту песню. Хорошо. Прохор Шаляпин. Хорошо. У нас, насколько продажный шоу-бизнес. Может быть, Прохор, любая, любая, любая шоу-бизнеса, она должна подскрепляться. Подождите, это бизнес. Проша, Проша, можно я похвалю? Вот, на самом деле, он, я не знаю, не пиарится там, как бы, не в порно каких-то делах, он молодец, хорошо пиарит песни. А мог бы ведь? А у него это не надо. Ему это не надо. И поэтому у него адекватный пиар, так же, как у Андрея. Вот есть у него свой потребитель, вы говорите, да? Ну, и что? Две-три бабушки, которые любят русские народные песни. Хорошо, прекрасно. Спасибо Максу. Еще одного друга Макс приобрел сейчас. Он занимается добрым пиаром, приходит на радиостанцию, рассказывает, какой замечательный, кудрявый, но это не работает. И если посмотреть интернет, появляются голые фотографии случайно, вдруг. Где, прямо со всеми рогами? Прохора Шаляпина. После рекламы Прохор ответит, откуда его обнаженные фото появились в сети, не переключайтесь. Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шаховнов. Мы продолжаем интереснейший разговор о фотографиях обнаженного Прохора. Я могу сказать, что пока я молодой, можно и похулиганить. Просто время придет, когда я уже не смогу позволить себе этого. Зачем ты это сделал? Слушай, позвольте это себе, вы можете всегда. Тебя в душе не кольнуло? Нет, совершенно. Слава Богу. Если не кольнуло, значит, это первая цена. Народная песня, если надо, тоже может разделить. Подождите, как только речь зашла об обнаженке, все сказали, и я там есть, и я там есть. И все есть. И раз ты, вы там есть. Я хочу дать оценку и защитить Прохора. В том плане, что все же, вот здесь говорят, нужен ли пиар или не нужен. Без пиара вообще не может существовать товар, тем более шоу-бизнес, потому что это форма коммуникации. Мы доводим до зрителей, до потребителей, кто мы есть. Значит, с точки зрения жанра шоу-бизнеса, то вот всякие, скажем, обнаженные программы и так далее, они допустимы. Они допустимы, потому что они вызывают дополнительный интерес, может быть, той часть публики, которая раньше не слушала его. И у молодого исполнителя возникает это желание. То есть его вот в этом секторе его слушают, там старые женщины, я не знаю, или пенсионеры. Он хочет расширить. Чего вы считаете, что Шаляпин может нравиться только пожилым женщинам? Я не знаю, я не знаю, я сейчас, давайте досказать. Это технология. И если она не выходит за рамки разумного, нормального и нарушения каких-то этических и нравственных норм, это правильно и это профессионально, я повторяю, это должны делать профессионалы. И прежде чем совершить этот акт, конечно, нужно делать так, как делается с любым маркетингом. Нужны фокус-группы, нужны люди, которые бы оценили, потому что одним таким шагом неадекватно можно, собственно, зачеркнуть всю свою карьеру. Вы знаете, что вот Романа Полански гигантское количество, вы знаете, не по фильмам, а потому что этот человек не может переехать за Оскаром в Уолс-Анджелес, поскольку там заочно приговорен за половую связь с несовершеннолетней девушкой. Я бы с вами поспорил, все же он делает гениальные фильмы. Он делает гениальные фильмы. Для начала он делает гениальные фильмы. Но тем не менее. Поэтому для вас это было силово для того, чтобы попасть в какую-то там пиар-историю. И многие знают, а вот только поэтому. Андрей, многие его знают. Я вас уверяю. Я вас уверяю. Молодежь просто посмотреть куда-то в интернет его фильмы после этого. Да, после. Обратите внимание ко всем. Расскажите, вот эти все фокус-группы, которые говорят, но все понятно, что ходят там вот наши тетеньки, все пойдут, то они училки, то они там точилки. Это совершенно непонятно. Билые обаятельные женщины. Понятно, что все фокус-группы, это даже не стоит эту статистику подводить. Я, например, искренне верю в... Настоящая любовь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ну вот я такой, может быть, дурачок, на ваш взгляд. Причем я уверен, что эти люди не хотят вторжения в свою частную жизнь. Но обязательно найдутся гора репортеров, там, фантазеров, которые влезут, напечатают, напишут, скажут, что это пиар. Есть люди, которым пиар не нужен, и это не измеряется масштабом личности и популярности в стране. Мы не согласны. Пиар нужен. Пиар нужен. Совершенно. Ну, подожди, чему? Информация нужна. Вы же потребляете. Если у человека едет два глаза. Послушайте, послушайте. Ты знаешь Жон Розенбаума? Ни одной не знаю. Ну вот видишь? Ни одной не знаю. Ну вот видишь? Вот потому что ему действительно не хочется, чтобы это было достоянием гласности. Если Алла Борисовна не... Хотя, извини меня, знают не хуже пиар. Алексей, это тоже пиар. Это тоже пиар. Это тоже пиар, конечно. Кому неинтересно. Вот еще в чем вопрос. А потому что это другая интонация. И пишут каждый день, что Розенбаум холостяк. А мы сейчас говорим об одном и том же. С двух сторон мы говорим об одном и том же. Пиар нужен. Вы с этим согласны? Конечно. Обязательно. Все. Мы сейчас говорим о той грани... На что можно пойти? На что можно пойти? О той грани, которую нельзя переступать. Кто определяет эту грань? Скажите, пожалуйста. Определенность человека, зарплата, что? К сожалению, рейтинги. Поэтому грани вообще нет. Вы не зави работаете на народ. Поэтому все то, что придумывают... Есть то, что пишут журналисты. И есть то, что артисты... Я понял, я понял. Проша получает удовольствие от рейтингов. А вы от того, что все время кричите. А старуха получает удовольствие, а не от рейтингов. А как? Мне кажется, что наша аудитория делится на два качественно разных лагеря. Здесь сидят романтики. Здесь сидят романтики. Здесь сидят романтики и профессионалы. Здесь все-таки сидят циники, потому что романтики придают сакральные значения своему творчеству. Циники понимают, да плевать на ваши песни, хорошие, неплохие, гениальные, слушают. Хорошо то, что слушают, хорошо то, что продается, хорошо то, что приносит бабки, точка. Теперь, это все медиатовар. Медиатовар включает в себя не только нотки, он включает в себя цвет глаз, форму ягодиц и всего остального. Размер груди, тембр голоса, квартиру на багамах, разбитый или спертый автомобиль, друга гея или подругу лесбиянку, не знаю там что. Все зависит от того, какие интонации разговора с народом. Один мой знакомый продюсер, великий продюсер, открыл радиостанцию, я ему говорю, ну неужели тебе нравится то, что ты, успешнейшая станция, то, что ты крутишь. Он говорит, Леша, тошнит. Но я отдаю себе отчет, что это формат станции, я работаю на определенную аудиторию и через этот рвотный рефлекс я четко знаю, какую музыку я буду туда ставить. Если ты работаешь, пардон, назовем эту аудиторию демократичной, на очень широкую аудиторию, ты знаешь, что секс, дракс, рок-н-ролл, всякие гадости, грязное белье из личной жизни звезд, именно тот товар, который они будут потреблять, то ты даже будучи интеллигентнейшим человеком, совершенно спокойно, и мы это в конце концов не наркотиками торгуем, не бабушкой едим. Правда же? Вот это позиция циника. Согласны ли вы с этим, уважаемые господа? Ну дайте я вам скажу, дело в том, что продавать можно все и нужно продавать, потому что я с этого начинал свой разговор, но вот надо говорить о той самой грани, грани нравственности, да, и внутреннего какого-то понимания то, что можно и то, что нельзя, которое, пожалуй, порой отсутствует, и в том числе именно в нашем шоу-бизнесе. И вот та информация, которая вдруг проскакивает с точки зрения, ну какой-то грязной, очень грязной, неприглядной информации, она в конечном итоге дает небольшой всплеск, какую-то популярность, но... Псевдо популярность. Даже не псевдо, но некий интерес проявляется. Я сейчас объясню вообще технологию пиар. Интерес, интерес должен в конечном итоге заставить этого человека вникнуть в эту информацию. Идет сначала интерес, потом понимание, что происходит, и потом действие. Вот у нас, когда вы что-то делаете яркое, как вам кажется, да, и то, что как бы вот вы называете пиаром, это первая часть пиара, это интерес, но дальше ничего не происходит, нет действия. Вы не увеличиваете потенциально своих потребителей, вашей музыки, вашей песни. Но если вас забыли, это намного, понимаете? Я очень с вами согласен, знаете, в чем, когда у меня нет федерального эфира, я вам скажу честно, в течение двух месяцев, я приезжаю на периферию, у меня 20% зала. То есть мне нужно, я абсолютно, это не секрет, нужен федеральный эфир раз в два месяца, чтобы ты мог наполнять залы. А вы уверены, что федеральный эфир вам наполнит залы? Да, нет, это по практике. Слушай, ну у нас залы собирают 4 человека, а федеральный эфир есть дофига у кого. Нет, ну я имею в виду, что вы хотите, я вам приветствую. Я опять с вами не согласен в том, что вы говорите, у нас все позволено, что уголовный кодотик не разрешает. У нас есть один потрясающий пример вообще в нашем шоу-бизнесе, когда у человека не было федеральных эфиров, и сейчас он мегазвезда, это Стас Михайлов, который ездил, ну не надо, у него своя публика, он ездил из клуба в Куб по всей стране много-много лет. Я не его поклонник, кстати, и у меня так достаточно критическое отношение к его творчеству, но человек поднялся без федеральных, почему? У него был тот самый товар, тот самый товар, который в данный момент времени был востребован, и он нашел свою публику, он нашел свою публику. Друзья мои, в нашей стране, как Стас Михайлов, очень много артистов, как Стас Михайлов, как Елена Ваенга, там, да, Федор Шаляпин и так далее. Но очень мало людей, я имею в виду, Федор Иванович, ну мало таких, как Савва Мамонтов, которые вот реально посмотрели, поверили и вдохнули жизни. Вот, и бабло отстегнул, правильно. Вот тогда, когда за тебя занесли приличную сумму, вот тогда, если у тебя хороший материал, как у Андрея Ковалева, ты сможешь быть. А если у тебя нет для чего-то бабло... Послушайте, послушайте, вы мне объясните, если то, что продает Прохор, объясните мне, вот вы говорите, вот Андрей говорит, надо писать хорошие песни, снимать хорошие клипы. Хорошие песни ваши никто не услышит. Для меня, главное, вопрос в чем сейчас, главная проблема? Надо, чтобы мои песни услышали. Знаете, огромное количество женщин мне пишет, Андрей с удивлением узнал, что, оказывается, это вы поете мои любимые песни, они у меня в плеере, на звонке, а я не знал, там, 8 лет их слушал, и не знал, что это вы поете. Проходила мимо фиш, где было написано Андрей Ковалев, да, с концертами, рекламой концерта, проходила мимо? Слава Богу, вот донести, но это не пиар, я не знаю, как это назвать правильно. Когда я хочу свое творчество донести до слушателей. Нет, это пиар. Ну не пиар, пиар все-таки, да? Нет, конечно, пиар, вы доводите, это кому не нравится. Ну я не собираюсь придумывать фиатистические истории там. А не надо, и не нужна история, вам не нужна история, если творчество хорошее. А зачем вы увешиваете все плакатами, зачем вы ходите на радиостанцию? Это реклама, зачем вы... Чтобы люди пришли на... Подождите, Андрюша, подождите, вот смотрите, вы сейчас в оранжевом джемпере, да? А я был у вас на концерте, там-то вы, батенька, весь проклепанный. Не, это давно было, это было еще хевый метал. Сейчас я делаю, я бы не знаю, но это было, Андрей, это было. Да, хевый метал, тогда и на мотоцикле ездил проклепанный. Они нехорошие, но их никто бы не услышал, если бы не помощь людей. И важно, я хочу знать, я хочу знать, что... Что за вопрос, Наталья? Вот про Памелу Андерсон, неужели не вы придумали? А кто-то за вас, ну вот... А что здесь такого-то? Хочу знать, сколько денег ей заплатили. Говорю честно, вот, наверное, у меня нету пиар-менеджера, нету. Я бы с удовольствием бы нашел, но не для того, чтобы там... Хорошо, зачем тогда вы ее позвали, а не какую-то вы попросили. Я расскажу одну историю, вот все свои. Андрей, я расскажу одну историю. Давайте, давайте. Я стихийный пиарщик такой, стихийный. Вы знаете, есть такой день транспорта, когда приезжают все чиновники, приезжают все чиновники на работу, на велосипедах, на метро. Знаешь, и я в этот день, я еще был тогда депутат, я забыл про все и приезжаю на Майбахе. Это была бомба. Все радиостанции, все каналы, включая Первым, рассказали про эту историю. Ну, от этого, что люди пришли на мой концерт, это случайно, я клянусь, это было случайно. Я потом себя бил по башке, потому что я получил столько там за этот, от больших начальников, понимаешь? Ну, а что, не пошли же люди на мои концерты? Андрей, скажите, пожалуйста, вы случайно пригласили Памелу Андерсон сняться? Нет, мы сидели и думали. Почему вы не позвали какую-нибудь просто красительную? Да, Натальшка, почему не позвали? Это был бы тоже пиар-хоб. Как на духу, говорю, как на духу. Во-первых, мы сидели и думали, кого пригласить. Да? Мы называли из того, там, скажем, из списка в 10 артистов, да, я знал только... Думали, кого пригласить, чтобы больше привлечь внимания. Да, согласен, да, да, потому что нужна была девушка рок-н-ролльная. Из 10 девушек, которые мы выбрали, я знал двух. А кому одна отказалась, не заплатили. А если набрать в интернете Ковалев и Памела Андерсона, то выйдет еще более темные истории. Понимаете? Давайте так, товарищ оппонентный. Это эффектный ход, вы запомнили, если бы это была другая девушка, просто об этом не говорили. Мы сейчас не про пиар-пиар-пиар. Мы реально. Подождите, я выбираю красивую. Олечу Судзиловскую, Ольгу Будину, Лену Корику. Сейчас еще известные. Это же ничего, что давайте... Это продуманные ходы, они случайные. Мы пришли к единому мнению, товарищи. Макс, говорите Макс. Мы пришли к единому мнению, товарищи оппоненты. Мы пришли к единому мнению, что пиар необходим каждому. Правильно? Правильно. Во главе этой пирамиды, во главе любого пиара стоят что? Деньги. Зарабатывать... Стоп, стоп, я закончу, я вопрос. Нет, категорически не забываю. Человек, который пиарится, в итоге получает популярность, которая вырастает. Ну, конвертирует себя, так или так. Люди, которые пишут об этом, издания, телеканалы, они получают долю популярности и получают все деньги. Что может заставить людей не заработать свои деньги? Нет, знаете, я отвечу. Стоп, 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 это очень интересная мысль. Я обращаю ваше внимание, господа журналисты, и раз в вашем частности. Макс сказал интересную штуку. На самом деле, по большому счету, знаете, что такое пиар акции и всякая гадость артистов? Это их маленький откат журналистам за их работу. Потому что это деньги, которые зарабатывают СМИ, потому что это информационные поводы для того, чтобы СМИ вообще было о чем говорить. Вы знаете, что у нас на радио происходит? Когда где-то, прости господи, что-то взрывается, или что-то там, кого-то где-то кто-то сбил на машине, или кого-то посадили в тюрьму. Это же праздник журналиста, потому что есть о чем говорить. Когда Памела Андерс снимается в клипе у Андрея, это же тоже праздник для всех музыкальных каналов. В этой конференции, такой в моей жизни не было, наверное, сто камер, как начались эти вспышки, когда мы с ней сидели. Да. Нифига себе. Мы вернемся сразу после рекламы, не переключайтесь. С вами ток-шоу «Слово за слово». Мы следами человека для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов. Мы продолжаем разговор. Так, раз, ты реплика Макса. Что, кроме денег? Что в основе пиар все же не деньги. В основе пиар сам товар, который вы хотите продавать, и идея, с которой вы идете к людям. Идея. Товар продавать. Продавать, продать, реализовать свои возможности. Смотрите. И вот когда вы предлагаете то, что вы хотите сделать, и когда у вас появляется идея, как это сделать, тогда и появляются деньги. Деньги всегда ищут те места, где они могут возвратиться. Вот ничего, я хотел сказать, ничего общего. На самом деле, наоборот, очень много общего. Между тем, когда компания или фирма вкладывает, тратит деньги на свой пиар и говорит, мы хорошая фирма, мы позитивная. В результате возвращение этих денег идет через капитализацию этой компании. Ее акции растут. Я вложил 100 тысяч долларов в свою пиар-программу, и компания стала стоить 300 тысяч. Вот точно такая же схема идет и с исполнителями. И продюсер, по сути, организатор этого процесса, он говорит, да, я вложу 100 тысяч долларов, но мой актер будет стоить в концерте не 3 тысячи долларов, как сегодня, а 10 тысяч долларов. Небольшая калькулятивная работа, так сказать, просчеты показывает, что эта сумма вернется. Банально и просто. Но когда вы говорите, когда вы говорите, вложите в меня деньги, а в результате эти деньги непонятно, может вернуться, может нет, продюсер просто не будет вкладывать в вас деньги. Вы мне скажете, есть? Да, да. Гениально я придумал. Только сейчас пришла мне такая идея. Что такое пиар? Есть реклама, есть пиар. Пиар это бесплатная реклама. Нет, 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 нет. Пиар это бесплатная. Вот представьте себе. Я решил, снял клип с Машей Ивановой. Так. Пришел к вам, к вам на все каналы, расскажите о том, что я снял клип с Машей Ивановой. Андрюха, ну блин, что там, плати нам деньги, да? А я прихожу, у меня помыла Андерсон. Они ко мне все звонят, там был просто трэш каналы. Все хотели интервью, эксклюзивность Памела Андерсон. Там был такой кастинг. Мы такие выбирали вообще, понимаешь? Самый лучший канал. И еще раз говорю, гениальная идея. Пиар это бесплатная реклама. Бесплатная весьма относительно, потому что Памела Андерсон тоже не за красивые глаза, наверное, приятно. То есть, бюджет какой-то изначальный. Пиар и реклама это разные вещи. Реклама это информация, когда ты продаешь свой товар, у тебя на складе залежались помидоры, и ты хочешь их продать. И ты ставишь рекламу. А пиар работает на бренд. Что Памела Андерсон везли только эти помидоры. И все побежали их скупать. Это брендовая технология, создает вам пиар, создает имидж, имидж и вашу стоимость. Реклама не создает вам стоимость. Только пиар создает вам стоимость. Мы поняли, если я запишу дуэт с Мадонной, народную песню любую, которую там любите или не любите, так это станет мировой песней, между прочим. Заплачу миллион или два доллара Мадонне. Вопрос только где взять эти миллионы. Не факт, Прохо. Эти миллионы есть, коллеги. Эти деньги есть. Они ждут своего приложения. Предложите программу. Знаете, бывает так, что артисты пошли, ну как бы вам сказать, зрители голосуют рублем. У него падают кассы. Он идет с пиар-агентства, таких в Москве очень много. Платит деньги. Понятно, что он не заплатит там артиста миллионы долларов, чтобы ему сделали дуэт с Мадонной. Ему продумывают пиар. Давай мы тебе взорвем машину. Дай мы тебе голову. Может быть. Давай, давай, мы тебе платим. Но они дают никакие гарантии, что после этого кассы поднимут. А знаете почему? Потому что работают непрофессионалы. А профессионалы дадут гарантию. Никогда никто не дадут. Профессионал, который вкладывает в вас деньги. Нет такой профессии пиарщик, ну извините. Есть продюсеры. Но это на этом тоже заработают. Продюсеры, которые организовывают продажи в вас. Концерты директора, называйте его своими словами. Нет, это не концерты, это все продюсеры. Простите, я хочу Наташу спросить. Наташ. Улияна. Ой, простите, Улияна. Улияна, действительно ли пиар-менеджер это та профессия, которая может быть спланирована? Спланирована при условии, что у артиста есть качественный материал. Конечно. Что эта новость, которая появилась, и там какой-то зритель, который не знал там Петя Иванова, услышал о нем как о певце, он начинает искать его песни. А у Пети нет песен. Петя пиарится как певец, но песен у него нет, допустим. То есть должен, да, любой пиар, он должен подкрепляться. То есть он создает какую-то репутацию хорошую, какому-то бренду, артисту, неважно кому. Но продукты, да. Ну, вы бы что, после хорошего, не шаляпина, чтобы его петь не пасли. Вот что им? Да, Филипп Киркоров. Подождите, пожалуйста. Столько лет, столько лет. Я не даю. Клипы, хиты, концерты, шоу постоянно. И пиар. То розовая кофточка там, то еще что-то там. Наши первые артисты, у них всегда песня, скандал, песня, скандал. С чего начинать молодым, у которых нет денег на ПМЭ, на Шаряпина, на ТИТЕ, что им делать? Мы столкнулись с тем, что нас не пускают в эфиры петь, понимаешь? Ну и что вот делать? Вот я пошел, я пишу песни, но меня никто не знает. Подожди, Прокор, ты что думаешь? Прокор, ты думаешь, что тебя не пускают в эфиры? Почему? Почему? Потому что ты лично неприятель? Я не знаю. Я не знаю, что они не соберут цифры на твоей музыке. А почему же они соберут цифры на шоу со мной? Вот это вопрос. Это другая история. Почему они собирают? Значит, в шоу ты более уместен. Значит, в шоу тебя воспринимают больше. Значит, голый ты в интернете не занесли. Понимаете? Денег не занесли больше, чем в шоке. Очень просто все. Намного проще. Если, например, я могу там обриться на лысо или надеть парик, как у каких-то. Это тебе засечки. Я никогда не смогу сделать себе, грубо говоря, грудь, отрезать себе там половой орган. Подождите. Мы выяснили, что я это делала не для меня. Не зарекайтесь. Ладно, давайте. Давайте не приклетать историю моей жизни. Но если такой, какой я есть, там, талантливый, не знаю, как Прохор, Кудрявый, неважно. Если таким меня не принимает потребитель, и таким я не нужен, я буду делать все для того, чтобы я стал так или иначе популярным. Как могут принять, если нет эфиров музыкальных именно? Откуда зритель может знать, что ты вообще из себя представляешь? После публикации голых фотографий, Прохор. Без всякого пиара – супер. Вот я раза три был у вас – супер. Это лучшее, наверное, шоу вообще на радио. И никакого пиара нету. И никакого пиара. Когда они стоят и друг друга пиарят. Это эти, эти, эти. Зачем? Нет, я же честно говорю. Скажите, пожалуйста. Зачем тебе? Лучшее шоу. Опять базар. Опять базар. Скажите мне, Прохор, скажите. Есть в шоу-бизнесе мораль? Нету. Морали, конечно, нету. Если мы говорим о грани пиаре, значит, мы должны сказать, что есть мораль. Нету не дружба между артистами настоящей, ни морали никакой. Почему нет? Если нет морали, значит, можно делать все, что угодно. Прохор, если ты не можешь переступить свою грань, за тебя это сделают другие. Да, да. Те, которые на тебе заработают. Понимаешь? И самое страшное, что рейтинги. Дело в том, что мы идем на поводу у народа. То есть иногда артист даже не думал, не мечтал о каком-то пиаре. Но ему там сделали этот пиар. Ты удивляешься, почему такой интерес к тебе сразу проявляется. Если вы говорите сейчас, ой, как легко стать звездой. Если раньше ты просто мог уметь шикарно петь, как все инсерватории прикрепляешься к филармонии и есть, то сейчас нужно, мимо того, чтобы песни петь, уметь петь, так тебе еще нужно придумывать самому себе что-то, чтобы легче было бы жить в советское время. Вот видите, такими народными песнями проходил бы по квоте. Меня бы оценили там физически, там еще что-то. И я как советский певец выступал. Но бабкина со своими народными песнями бабкина. И замужем за гором. Ну любит она гора. А сегодня та же бабкина, она тоже выживает на российском телевидении. И ее, кстати, не всегда. Всем так бы выживать, как бабкина. Нет, нет, она очень много работает над тем, чтобы быть. Понимаете, это огромный колоссальный труд, несмотря на ее уже значимость. Я, например, это знаю, это кажется, что так все легко. Тоже борется за каждый музыкальный эфир. Потому что говорит, извините, вы не формат, до свидания, мы не хотим и так далее. Она не хочет зрительно увидеть. Но тем не менее, друзья, подождите. Ведь мы можем все, поскольку все в той степени подкованы в шоу-бизнесе, могут сказать, что есть и такие артисты, и такие музыканты, и такие медиаперсоны, которые вообще не используют пиар и пользуются только исключительно своим творчеством. Подождите, Людмила Зыкина, которой не была в эфире сколько? Десять лет ее не было крайних вообще? Нет, подождите, подождите. Там есть люди, которые снимаются в кино, получают 20 миллионов долларов за фильм. При этом у них прекрасная семья, нет скандалов. Они не напиваются. Такого понятия нет, Алексей. Возьмем великого тенора нашего, великого, золотой голос России. Возьмем, Прохор, возьмем твоего конкурента, да, прямого, Николая Баскова. Да вам возьмем Баскова. Николай Басков. Ну кто слушает песни Николая? Никто. Все смотрят, как он обнимается с голой облачкой на мальдивах, и он занимается этим каждый день. Каждый день появляется новая история про Николая Баскова. Слушай, но Басков это абсолютно сформулированный, выверенный математический проект. Конечно. Басков. Это абсолютно математическая модель. И он будет делать ровно столько, сколько будет. И идеально сделать. А кто у него продюсер? А Коля сам, по-моему, себе продюсер. Ну тогда он гений. Давайте поаплодируем Баскову. С другой стороны, знаете, ведь очень много кому помогали, очень много в кого вкладывали деньги, но ничего не получалось. Поэтому, вы знаете... Взять хоть Владика Сташевского. Уж сколько на него потратили бабла. Деньги бы не помогли, если бы не его талант. Все равно этот человек талантливый. Поэтому я вот в случае себя знаю, что я человек талантливый. Если мне дать эти деньги, я вам их оправдаю. Понимаете? Прохор, но без пиара, поверь, без черного пиара. Конечно. Нас раздражает этот черный пиар. Вот здесь он стоит у всех. Этот пиар. Он, естественно, ранит душу. Особенно творческому человеку. Очень обидно иногда какие-то неправду какую-то. Вспомните, он заявил когда-то, да, что я гомосексуалист. Люди ходили на его концерты. Не слушать песни про голубого щелкунчика или кто там он был. Голубая луна. Макс, а ты был на концерте у Бори? Нет, честно. Вот сходи, увидишь... Но Боря, подождите. Боря талантливый человек, у него есть опыт Бродвее. Это человек, который удивительно подкован в шоу-бизнесе и делает гениальное шоу. Его гениальность в том, что он смог адаптировать американский опыт для нашей сцены. С чего пока никто не смог сделать. Когда мы говорим про сторону таланта, вспомните сколько скандалов за ним. Сколько пиар-историй чернющих. Без которых он не мог. Можно сколько угодно говорить о скандалах, о черном пиаре. В конечном итоге, зритель, который приходит на концерт и покупает билет, после выхода из зала он говорит супер. И можно смотреть на лица выходящих людей и говорить, что это действительно настоящий артист. Он дал свою энергетику, он поделился людьми своим сердцем. Вот это величайшее таинство, которое происходит в искусстве. Вот я за такой пиар. Вот это тоже пиар, потому что он общается с людьми, он отдает себя. Есть актер, которого мы видим очень часто в скандалах. Грязное белье, все знаем его. Но приходя к нему на концерт, с первого акта ты уходишь или просто люди выходят после третьей песни. Поэтому все же надо быть актером, надо быть артистом, надо себя отдавать. Спасибо. Паша, времени совсем не осталось. Хочу задать тебе на сегодняшний день последний вопрос. История Снана. Безумная жизнь и жизнь нынешняя. Я не пытаюсь их сравнивать. Твою ту творческую жизнь и эту. Но в одном фильме американском, бывший гангстер, сидя под защитой свидетелей, искала иногда, закуривая сигаретку, утром я думаю, что именно тогда я жил. У тебя есть такое ощущение? Нет. Или ты понимаешь, что твоя новая жизнь, это настоящая жизнь? Моя жизнь только началась. Только началась моя жизнь. Аплодисменты, Павел Соколов. Уважаемые друзья, с пиаром или без. Мое искреннее пожелание вам, чтобы вы слушали и смотрели только то, что этого заслуживает. С вами был Алексей Шахматов. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.